привет тема этого расклада что случится но вы об этом пока еще ничего не знаете на картах ленормана вот этих это классический ринг ленорман очень классный на дне у колоды мужчина наверное любой свидание встречи а что-то случится хорошее а червовый туз это домашний очаг так что что-то в доме будет новое но посмотрим как и что и когда случится то чего вы не ждете или то о чем вы еще пока ничего не знаете а расклад актуален именно тогда когда вы его нашли сами загадывайте свои временные сроки и поэтому это гадание онлайн а вообще даже гадание заказанное она имеет ту же самую силу и тоже кое-что нам подходит кое-что нет и так то вы по мнению высших сил как вас теперь благословляет видит вселенная карта якорь высшие силы теперь знают что вы заслужили стабильности в жизни этого вы давно для себя хотите но у вас пока этого нет в равной но в нужной мере это может быть стабильность профессии финансах или в отношениях но стабильность в отношениях это партнер к том которому мы сто процентов доверяем как себе стабильность финансах это когда есть хорошая работа мы не боимся ее потерять то есть знаем что доход такой будет потому что работаем и на себя или же но на предприятии очень часто нет стабильности мы не знаем что вы завтра будут ли заказчики завтра будет ли начальник вами доволен и так далее то есть эта карта говорит что вы хотите для себя стабильности на самом деле это очень скользкий такой вопрос стабильности так в идеале такой как эталон ее нет потому что все идет вперед уже весь мир космос нестабильный стабильность только в одном там где жизни нет так что здесь вот найти себя вне стабильности найти стабильность в нестабильном мире это конечно задачка трудная но вселенная ведь что вы вы готовы вы готовы для этого что-то делать то есть ну вот вы человек видимо правдивые сами по себе стабильны в отношениях работу выполняете качественно но и вам хочется чтоб мир вам также относился но идеального мира к сожалению нет и мат мира мы не можем еще требовать мы вам только можем что-то предложить но вы может быть требуете от мира чтобы он был к вам также относился как вы к нему то есть стабильно и хорошо а вселенная это даст вам по идее а потому что здесь карта а медведь карта медведь это это карта успеха это прежде всего успех но вообще медведь как начальник или как работа хорошая вам нравится и у вас стабильный доход она здесь очень хорошо все трифовая масть вместе с медведем так что здесь получается на работе вы знаете что делаете у вас будет доход лучше чем сейчас будет какая-то стабильность в отношениях иногда медведь это мужчина это ну или партнер из партнером будут нормальные стабильные отношения и так что будет что станет явным что проявится потому что будущее уже есть она просто еще не проявилась проявится удача радости потому что шестерка бубен очень скоро вы встретите вот эту стабильность которую ждете то есть стабильную работу стабильные отношения так далее то что я перечислила и клевер это удача удача в отношениях вы будете обладать свои силы и медведь это сила очень скоро шестерка бубен по ранней дорожке или скоро и так что еще вам нужно знать о вашем будущем это карта предков это может быть карта тяжелого креста это может карта каких-то сложностей которые вы прошли сложный путь это карта нагрузки духовной эмоциональной моральной у кого-то физической если вы работаете например физически или же еще как-то устаете вы карта крест говорит что вы устаете это есть и коса но когда крест и коса это точно вот хотят с вами поговорить уж шедшие в мирной это ваши предки но я родолог я делаю очень много раскладов на эту тему понимаете когда мы поймем кто наши предки мы поймем откуда ноги растут от того что сейчас нами происходит да поэтому очень хорошо смотреть заглядывать вот туда где нам не видно и смотреть что же хотят от вас ваши предки а тут вообще карта касана она как и любая другая имеет много значений здесь валет бубен а это хлопоты денежные ваши предки говорят что сейчас для вас актуальны денежные хлопоты мне говорят о деньги нами не важно не особенно женщину некоторых из такой понятием что они чувствуют они не могут заработать поскольку либо живут в обществе таком да где в общем женщины не приветствуется чтобы работала на на как бы иной хорошо но деньги это же проявление талантов такой человек не знает своих талантов потому что родить и воспитать детей а это это но это одно это прекрасно это святое дело но ты не ваши таланты таланты обычного человека это чисто свое проявление себя своих вот своих возможностей дом это домашние предки это ваши это ваши родные это ваши родные от которых столько преград иногда столько боли ну и столько радости поддержки в общем все имеем да имеем то что имеем и дорогие леса леса в доме леса в доме ну вплоть до матери потому что она якобы хорошо но она действительно хорошо хочет но она неосознанная она понимает что она хорошо хочет но не знает как она как она даже для себя не знает как вот то чего она хочет для вас а для вас как она может знать как это только вы знаете как путем вашего опыта леса то свой опыт а такая например мать или такой партнер или или дети в общем такие родные которые свой опыт для вас используют ноту у нее такой опыт что мужчина должен быть вот таким а на самом деле у него талона не было эталона не бывает это утопия и она вам говорит критикует вашего мужчину критикует вас или же но хочет помочь соломки постелить мы в основном часто материально детям стелим соломки а потом они не виноваты в этом они потом просят большего потому что ну чё если это дал можешь еще дать правда в общем здесь такая тонкая линия жизнь такая сложная мы люди такие закомплексованные все еще и плетки да ну это плетки с лисами это домашние какие-то плетки это домашние хлопоты в доме лисы плетки ссоры с домашними не понимание не понимание поколений не понимание вообще может с партнером 40 может здесь медведь у вас может быть это есть и вы вышли сами пожалуйста это будет многих кота касаться в той или иной степени меньше или больше но то вас напрямую касается потому что вам как бы перекрывают говорят кислородом домашние именно не дает проявиться вот мне нужно мы еще это для себя и на так как оправдание не могу переехать потому что пожилые родители с одной стороны над святое дело заположить до пожилыми родителями ухаживать святое дело но с другой стороны это же только мы иногда как оправдание используем правильно в родители могут с вами переехать но не всегда но в основном очень часто если но жить с родителями нельзя же нельзя жить они нельзя жить вместе разным поколением вот навсегда до временном например маленькие дети родители престарелые временно но не навсегда а потому что это чревато это чревато лисы плетки ссоры тяжелый крест коса грубые слова это от безысходности от бедности обычно делается да ну раньше мол жили вот у нас это раньше нужно быть внимательным потому что это все такое клише люди жили в огромных особняках или же вот как мои предки например у них был свой хутор то есть можете представить что такое хутор этой свои работники этой своей особняки жили вместе потому что у всех был как бы своя часть дома да вот но когда мы например маленькой квартире или в одном доме но это чревато это безусловно может даже люди очень любят друг друга но со временем это может привести к ссорам города ссоры тяжесть вам нужно но попытаться если можете если материальная возможность есть вы смотрим на смотрите на карту гора и она говорит о том что вам нужно может быть попробовать подумать чтобы разъехаться с разными поколениями чтобы дать возможность и вашим детям жить отдельно зарабатывать себе на хлеб потому что даже самые лучшие могут быть спойлт они могут почувствовать что любой человек тяготеет к легкому наш мозг тяготеет к легкому если можно брать зачем работать например да и так далее то есть вам нужно знать что сейчас вот это что является горой или препятствием вы кристаллизируете свою жизнь вы начинаете жизнь для себя вы смотрите на гору да вам нужно трудности пройти крест и гора то сложности вам нужно пройти чтобы себя ощутить вот этим медведем то есть человеком владеющим свободным да вот свободным а медведь в лесу абсолютно свободен ну посмотрите я не раз встречала медведя в природе и понимаю этот эту метафору очень природе все зависимо птичка зависит там от от какого-то животного чтобы ее случайно там не съели в общем все зависит а медведь нет он абсолютно свободен вот он идет по своей тропе и он знает что он имеет приоритет но в лесу вашего собственного подсознания это это идеально ну а в лесу как всеобщей жизни как комьюнити как общество общество вашем городе по земле это конечно чревато потому что там не может быть медведи там взаимовыгодное сотрудничество там не работает этот закон понимаете вот и если например кто-то нарушает эту вашу свободу и он в лесу то есть в общество является главным но то уже все это уже демократии нет но я демократию как пример привожу вы должны понять что у вас в доме есть какая-то леса может вы работаете из дома леса ты работа из дома многие из нас сейчас и плетки тогда много работы и гора тогда сложная работа напряжение а вот в этом напряжении крест говорит что но это тяжелый крест чтобы заработать сейчас надо очень много работать потому что заработать сейчас очень трудно вот и кто этот медведь для вас вы сами для себя или же вам извне какой-то медведь портит нервы да то есть вот такое бесправное общество где медведь может все это брать вот вы заработали но на завтра эти деньги девальвировались например то но здесь нужно переехать в то место если есть возможность где такого нет где есть какие какие-то законы есть идеального мира нет идеального общества нет да и мы с вами если на то пошло не идеальные нет ни одного идеального человека но стремиться к тому что лучше это нормально это естественно да и нужно не забыть вы даете другим там вашим родным и и так далее и более глобальном плане все что можете для взаимного сотрудничества и тогда вот как вселенная она дает нам то что мы и даем тогда у вас будет все ну что вам нужно знать медведи и якорь у вас будет стабильная работа стабильные деньги стабильный партнер и какие-то радости по клееру но вот то что я сказала нужно пройти вот эти сложности потому что вы насмотрите на гору и сейчас вы стоите вот перед этим как облегчить свой крест а это правильно наш мозг хочет сделать легкую жизнь поэтому мы должны делать то что легче получается а ну знаете религиозность она такая нужно выстрадать нет на самом деле выстрадать ничего не нужно если приходится выстрадать вы выстраивать или как это страдать то это конечно тяжелый крест и это него не ваша это не ваша профессия если нужно ее выстрадать если она не по талантам это не ваш человек если с ним нужно выстрадать если он вас не понимает он и не поймет никогда ударил 1 ударит еще грубил раз будет грубить больше и больше а вот выстрадать ничего не нужно нужно наоборот стремиться к тому, что легко получается, так в природе все, так в природе ну конечно баланс, интересно когда сложно, когда немножко трудно, но если трудности это 100% в вашей жизни, то выстрадать ничего здесь не нужно, здесь нужно найти то, что у вас легко получается потому что мы не забываем, что там где-то в небе, оттуда еще никто не приходил да, это все манипуляции вами, что там вот будет счастье тем, кто здесь страдал там еще никто оттуда не пришел и не сказал, как там ну а здесь на земле мы знаем потому что у нас есть опыт предков есть наш опыт, мы уже и сами взрослые люди, да так что не думайте, что нужно выстроить нужно стремиться к тому, что хорошо и легко получается, что дает радость потому что радость приумножает радость печаль приумножает причаль вот, а расклад конечно очень мощный очень мощный, я его соберу и сделаю вам фото а чтобы вы могли может посмотреть на него еще каким-то образом поговорить с вашими предками знаете, вы же без моих слов можете тоже с раскладом говорить не обязательно только с моими словами потому что я говорю то, что как мне карты открылись а вам они могут совершенно по-новому открыться сейчас просто перейду там, сделаю выложу, чтобы вам потом сделать фото может еще немножко пообщаемся так что я говорю спасибо за просмотр! Продолжение следует...